Выясняется, что при восприятии чужого жилища главное, что за высоким и светлым фасадом таится нечистота, причем всякая такая, не только физическая. Ну и вот теперь несколько слов скажу действительно о так называемых «нечистых чужаках». Нечистые здесь мы берем в кавычки, потому что речь пойдет именно о морально-оценочной стороне этой категории. Вообще, народная культура, да, и что еще нужно в связи с этим сказать, почему вот с таким дивным постоянством навешиваются унизительные, обидные, иногда, так сказать, нелицеприятные ярлыки на чужих. Потому что любая народная культура основана на позициях этноцентризма. Вот этноцентризм – это базовый принцип, который, собственно, вот эту народную культуру и питает. Что это такое? Это, так сказать, такая система ценностей, когда все свое предполагается правильным, праведным, ценным, важным. И, в общем-то, довольно такие здесь оценки радикальные. Об этом уже упомянутый нами Ян Станислав Быстрый написал целую большую книжку по названию «Мегаломания народово», то есть народная мегаломания, явление мегаломании – самовозвышение народа, да, когда вот этнос сам себя хвалит, да, в ущерб всем окружающим. Но, тем не менее, это факт, это как бы вот объективная действительность, и все вот материалы это подтверждают. Так вот, поэтому, естественно, нечистые чужаки в этой картине мира очень уместны. Ну, например, вот поляки считают, у них есть целый список грязных народов – шведы, татары и евреи. При этом, значит, это представление фиксируется как в рассказах об этнических соседях бытовых, так и в мифологических рассказах, когда вот какие-то там мифические шведы появляются, но вот такие вот полузооморфные такие существа. Но, тем не менее, вот они тоже оцениваются как нечистые или грязные. Соответственно, значит, если мы возьмем болгарскую традицию, то фольклорным эпитетом главным для еврея, вот, ну, как в русской фольклоре, я не знаю, там «Красное солнышко, красная девица», вот для еврея там будет эпитет «Грязный» или «Мерзкий» – «Морзный» евреи, да? И ничего здесь как бы не убавить, не прибавить. Этот стереотип грязного чужого бытует и в современном массовом сознании, что убедительно показал Аллан Дандес, вот, к работам которого я могу вас только отослать. На примере американского фольклора он рассматривал анекдоты о поляках, евреях, итальянцах, которые бытуют в современной американской среде. И, в частности, одним из, вот, собственно, признаков, на которых строится самая анекдота, и вот пуанта, в чем заключается смысл этого анекдота, это нечистоплотность вот этих самых вышеперечисленных неамериканцев, да? Всех иных. Значит, в области быта вот этот весь уклад жизни чужих часто видится как беспорядочный, грязный, нечистый. Это касается и пищи, и обихода, и, значит, вот вообще жизненного устройства. Такой польский фразеологизм – жидовская чистость, да? Такой аксюварон, да? Как бы еврейская чистота на самом деле обозначает грязь-беспорядок. Вот если вы хотите сказать, что грязно, то тут надо сказать – жидовская чистость. Ну и сюда же в таком роде и оказываются, значит, примыкающими прозвища этнические, связанные с пищей, вот что чужие едят всякую гадость. То есть французов, как обычно называют, грушатники, конечно. Ну а что касается, значит, таких более наших отечественных прозвищ, которыми занимался Дмитрий Константинович Зеленин, у него целая большая работа по этому поводу есть, то здесь всякие будут ершееды, векшееды, значит, которые там, ну, этих самых, едят белок и ершей, этих таких рыб, которые абсолютно съедобны, сажееды даже и щипоеды для разных, так сказать, вот, ну, жителей разных областей России он рассматривал. В сфере актуальных верований, вот таких, так сказать, среди которых человек живет, оказывается, представление, значит, о нечистоте чужих связывается с нечистыми животными. Вот и свидетельство из Белоруссии. «Кос во всей нашей губернии никто из крестьян не держит. Вы их встретите только в местечках у евреев, на что крестьяне смотрят с поверением. Якие гэты жады дурные, говорят они, трымают коз, усадержат коз. З их неманей, якой ноуды, никакой пользы нет. Молоко слизко, як сморкач, а яны подлые, едуть гэта молоко». Значит, это Западная Белоруссия, 1902 год. Вообще, в народной картине мира коза – это тоже еврейское животное, она иногда называется жидовская корова. В ряде диалектов считается, что евреи особо нежно относятся к этим животным, разводят их, и даже ничего от этой козы не должно пропасть. И даже как злобная быличка из Подолии говорит нам, евреи собирали козий помет и прятали его в свои пуховики. Ну и в результате из этого помета появились воробьи, которые тоже считаются еврейскими птицами. Все такое круговорот, значит, самозарождение жизни. Чего только о соседей не наслушиваешься. Ну, если мы возьмем бытовой обиход, то представление о нечистоте чужих здесь воплощается в особом отношении к предметам, которые были в соприкосновении, в контакте с инородцами или иноверцами. Ну, мы все знаем, как тщательно мыли посуду, из которой ел чужой. Например, вот в традиционном русском быту довольно долго сохранялся запрет пользоваться посудой, из которой ели цыгане, татары или немцы. Она считается как бы оскверненной. И хозяйки не велят домочадцам есть из нее, пока татарин не выдохнется. Ну, в конфессиональных культурах аналогичная, в общем-то, ситуация. Старобрядцы как бы не позволяют тоже, так сказать, мирским как-то пользоваться своей посудой или как, опять же, обижаются на них мирские. Вот, говорит, попить, воды попрощишь, попить дадут, а потом кружку бросят и затопчут. Ну, такое тоже бывает. А ты не хоти пить, где не надо. Вот. Значит, эту самую посуду, которой пользовались чужаки, нужно было вымыть обязательно в проточной воде, и тогда ее только можно было снова использовать. Из посуды, в которой был кумыс, русские никогда не ели. Она навсегда оставалась поганой. То есть, в общем, здесь довольно тоже такие жесткие правила были пищевого обихода. Что касается, значит, славян и евреев, то славяне в тех регионах, где они тесно соседствовали, славяне с пониманием, так сказать, относились к тому, что евреи, например, отказывались от угощения в их доме, потому что представление о том, что вообще пища евреев какая-то особенная, и они соблюдают особые пищевые правила существовали. Они, конечно, не вдавались в тонкости кашрута. Чаще всего просто говорили, что поскольку евреи сало не едят, то, значит, вот она даже придет, я ей говорю, ну, на хлеба возьми. Она отказывается, говорит, нет, нет, вот каширный, каширный, нихт каширный. Ну, и сама эта бабка полесская говорит, ну, что, может, действительно я этим ножом только что сало резала? То есть, как бы, с пониманием относились, не обижались. Хотя, на самом деле, традиция, вот, как бы, вот этот признак, да, нечистого, с которым нельзя вот соприкасаться в бытовой сфере, он, например, не работал в ситуации праздников, да, когда угощали друг друга праздничными блюдами, и, в частности, ничего зазорного не было в том, что евреи на еврейскую Пасху угощали мацовик своих соседей христиан, а те, в свою очередь, на христианскую Пасху, которая случалась, значит, через некоторое время, угощали евреев Пасхой, ну, в смысле, куличом, да, и пасхальными яйцами. И на вопрос о том, значит, провокационный, сказать вопрос, что, а как же, они же свеченные, как же, можно было есть? Ну, говорят, нормально, ели. Вот, ну, особенно, там, конечно, были какие-то, значит, зафиксированные случаи, когда, вроде как, соседка украинка угостила мальчишек из еврейской семьи куском кулича, а дед религиозный, этот еврейский, значит, воспротивился и сказал, что это нельзя, мог выбросить от того и сего, пошел объяснять отношение к соседке, на что-то, опустив, забрал и сказал, а я им несвеченого дала. Я не знаю, что такое несвеченный кулич после Пасхи, но, может быть, такое и было. В общем, инцидент был исчерпан, не стали ни дальше выяснять отношения. То есть вот это вот взаимное, так сказать, угощение, практика угощения, она существовала, и об этом до сих пор вспоминают, значит, с удовольствием, и в связи с этим совершенно, как бы, получается, обрушивается, не имея под собой никакой основы, миф о кровавом навете, а то представление о том, что евреи в мацу подмешивают христианскую кровь. Вообще христиане все с таким удовольствием эту мацу едят в своем ежедневном быту, и никто из них не задумывается, много ли христианской крови, туда, значит, было нолито их соседями евреями. Это как-то тоже показательно, потому что, как выясняется, но об этом, может быть, уже тогда в следующий раз, на следующей лекции я скажу, кровавый навет вот в такой форме, как мы привыкли, да, такой страшный сюжет такой, который инкриминирует всякие ужасы евреям, в народной традиции он не работает.